В Центре этнической культуры открылся персональный проект молодого дагестанского художника Мусы Гайворонского. Мифология разума, как создавались абстрактные картины, узнавала наш корреспондент Атикат Магомедова. Несмотря на возраст, художник имеет объемную творческую биографию. Участник выставок не только в Дагестане и России, но и за рубежом. Активно работая, развивается и постоянно удивляет своих почитателей. Несмотря на знаменитость и узнаваемость, живописец скромный, без встречи перед камерами не предпочитает. Посмотреть картины пришли самые близкие – преподаватели и друзья. Вообще-то художник удивитель. Им нужно серьезно заниматься его творчеством, потому что он, в общем-то, он вроде не из тех, кто фонтанирует, да, знаете, такой брутальный, такой активный, живой. Он выдает постоянно на гора какие-то новые проекты, концепции. Он вроде не такой. Он вроде как-то очень скромную такую нишу и скромно, ненавязчиво занял в нашем искусстве. Вообще, даже не в искусстве, я бы сказала, в культуре нашей. Всегда готовый помочь, поддержать, всегда имеющий свою точку зрения на то или иное какое-то явление в нашем искусстве. И в то же время вызывающий удивительное уважение. Живописное направление – не единственное, чем занимается Гай Воронский. Он также удачно практикует и современное искусство, как видеоарты и инсталляции. Я уже говорила, что если раньше художник пытался удивить нас мастерством, то сейчас главная мысль. И я думаю, в данном концепте, если рассматривать, то Мусай, наверное, можно сказать, выстрел из ружья двойного. Его работы имеют философский характер и проект «Мифология разума» – очередное подтверждение этому. Работы не только для эстетического и визуального восприятия, но и рассчитаны как пища для ума. С творчеством Мусы я знаком, как бы не понаслышке, то есть это у него не первая выставка. Но живопись представлена впервые, то есть до этого мы с ней никогда не сталкивались. И очень приятно, как я уже сказал до этого, что человек развивается в разных направлениях, такой многогранный, разносторонний. Живопись Гай Воронского, занимающая место между природой и искусством, под силу понять не каждому. Сегодня она крепко занимает умы ценителей современного искусства. Атикат Магомедова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.